Всем привет друзья! Вы на канале Шедер Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий и у нас сегодня начинается золотая лихорадка. Мы вместе с вот этим вот паровым роботом по имени, не знаю как его зовут, наверное Расти, что-то мне так кажется, по-моему я его в описании уже прочитал. Отправляемся на дикий запад, куда-то в район Техаса искать золото. У нас с вами есть кирка в руках и большое стремление заработать большое состояние на золоте и на его добыче. В общем, начинаем. Игру эту нашел чисто случайно, хотел посмотреть, что у нас есть по золотоискателям. И оказалось, что существует вот такая вот игрушка Steamboard Dig, которая научит нас добывать реально золото и разгадать тайны американской пустыни. Ну что, поехали, начать. Ячейка А, ячейка Б, ячейка В. Естественно, начнем с первой. Огромная пустыня, побежала перекати поля и вот наш робот Расти. У него прям в глазах я вижу золото, прибывает в какой-то Тамблтон городок, где явно добывают золото в больших промышленных количествах. Земля под ним рухнула. И, наверное, он сейчас найдет свой первый слиток. Расти, да, его зовут Растин. Я не ошибся. Уф! Так, джойстик наш работает, справа. Тем же путем мне придется выбраться. Сдается мне, что этот туннель – часть шахты моего дяди. Нужно лишь немного стены покрасить. У него и был дядя, кстати. Лучше разведаю местность прежде, чем погаснет свет. Так, это его подружка, да, видимо? Эй, ты что делаешь, а? Из-за тебя тут обвал произошел? Извините, мисс, нет, это не его девушка. Мой дядя прислал мне дар сыну на эту шахту. Я как раз шел в Тамблтон, чтобы выяснить, что это значит. И внезапно провалился, а вот прям сюда. Ох, значит, ты племянник Джо. Он давно не возвращался. Я здесь собирал остатки роды и... Я только что нашла его. Джо или кого? Сожалею. Блин, дядя погиб, да? Иди взгляни на него сам. Найдите дядю Джо. Так, он говорит про свет. Это он меня сейчас будет обучать. Управление, да? Ну, прыжок я уже знаю как. Справа у нас огонь какая-то, линия огня. Слева линия здоровья. Видимо, ни то, ни другое не должно уменьшаться. Смотрите, уменьшается линия огня. Привет. Я подожду здесь и попытаюсь найти выход. А ты что здесь делаешь? Я подожду здесь и попытаюсь найти выход. Хорошо. Ну, я уже, видите, сообразил сам. А, вот что дает свет. Ой, огонь. Вернее, огонь продлевает нашу линию. Куда мне идти? Влево мне идти. Все отлично. Пока что я вижу отличный платформер. Если здесь можно еще будет майнить, так вообще будет замечательно. А вот мой дядя. Робот. Остался от робота скелет железный. Ну, здравствуй, дядя. Извини, что не успели повидаться. Я всегда говорил, что мы с тобой так похожи. Все-таки не могу понять, почему ты не прислал дарственную. Я ведь не рудокоп. Сдох. Не хочу мародерствовать. Я лишь одолжу твою кирку, чтобы выбраться из этой западни. Получен предмет. Старая кирка. Ну что ж, я счастлив. У меня есть первый предмет, которым можно работать. Так и первый наш. Смотрите. Добыча. Вверх можно? Да, и вверх можно добывать. И вниз. И мне надо вернуться, наверное, да? Свет падает. Дороги. Смотри, ты нашел кирку. Ты с ней как настоящий рудаков. Это хорошо. Рычаг, который открывает выход, засыпало, когда ты свалился сюда. Чтобы добраться до него, тебе придется прорыть тоннель вниз. Найдите рычаг. Хорошо. Можем копать, да? Поехали. Кстати, она, я надеюсь, кирка моя вечная. В прыжке, кстати, нельзя добывать нужные ископаемые. Так, а где же здесь золото? Что-то мне тут в наследство досталось хрень какая-то, если честно. Ни одного слитка пока что не вижу. Ну, понятно, это у нас с вами обучение. Ну, ладно или поздно, я думаю, мы с вами будем миллионерами. Дядя знал, что здесь миллионы хранятся. Я нашел рычаг. Я нашел рычаг, и сейчас мы, наверное, немножко выберемся отсюда. Окей. Там жизнь какая-то. Далее что делать? А теперь мне надо обратно поднять. А каким образом? Вы что? А, вот. Прыгать по стене. Оказывается, я... Офигенно. Я умею отталкиваться. Да, только надо это как-то делать. Побыстрее. У меня сейчас свет закончится. Быстрее к свету. Так, это здоровье восполняет. У меня появилась шкала ноль жизней. И ноль... Что там еще было? Вода, по-моему, была, да? Ух, я выбрался. Даже свет, смотрите. Не успела линия закончиться, как я уже снаружи. И Дороти мне что-то хочет сказать. Здесь еще какая-то красотка местная. Ну, давайте с Дороти. Я просто с ней знаком. Ты копаешь как профессионал. Поскольку ты новый владелец шахты, возможно, тебе стоит продолжить разрабатывать ее. Приноси всю найденную руду мне. Я буду платить за нее хорошие деньги. Этому городу руда пригодится. Кстати, меня зовут Дороти. Да, я уже знаю. Теперь попробуешь добыть немного драгоценных камней для меня. Добудьте руду. Нашел что-нибудь хорошее? Я так понял, у меня три ячейки, да? Есть три кармана, куда можно складывать руду. Ноль золота. А это что за шарик? По-моему, вода, да? Ноль. Или это не вода? Или что это? Или изумруды, возможно, какие-то. Ты кто? Скрипун. Друзья называют меня Хэнк или Скряга. Ты можешь звать меня Мистер Макс Скряг? Тебе понадобится кирка получше. А у нас как раз ресурсы кончились. Шахта ведь была закрыта. А что, здесь у нас пустыня? Наверное, не стоит, да? Наверное, отходить далеко от города. Скорее всего. Не будем золпотреблять, наверное. Отдалением от города. Давайте посмотрим, что вот это еще здесь за мадемуазель железная. Приятно видеть новое лицо в городе, особенно такое симпатичное. У нас тут гостей мало бывает. Народ предпочитает двигаться в другом направлении. Итак, ты наш новый рудаков. Жаль, что старый Джо покинул нас. Он уже давно выглядел нездоровым. Ты тихий парень, как и он, я погляжу. Тогда я буду говорить. Что ты будешь говорить? Понятно. Так, ну давайте уже слева посмотрим, что здесь. Ну, здесь мы были, да. Мы отсюда пришли. Это, видимо, еще какой-то мой родственник валяется железной. Смотрите. Вообще, место гиблое, конечно. Ладно, погнали. Первый наш заход в шахту. А, вот так сюда попадать. Такой же и выход. Я вижу серебро, по-моему. Ну, так, давайте. У нас света немного, поэтому... Мы нашли первый слиток золота. Вот это мне уже нравится. Тут я тоже... Ого, не берет моя кирка вот эту хрень. Что вот это такое? Вот это вот это вот. Заископаемые. А зачем я здоров? Я был здоров. Ух, еще один взял. А, кстати, золото можно три штуки укомплектовать в один карман. Да. Хорошо, давайте выберемся, попробуем, посмотрим, вернее, как его сдавать. А ну. Привет, у меня есть золото. Что ты принес? Три золота? Все три доллара? Что-то дешевенькое у нас золото. Чувак, у меня есть три доллара. Чтобы мне нужно немного ресурсов. Понятно. В общем, я еще магазин открою. Вот так это работает здесь. Здесь хорошо. Свет восполнил, здоровье восполнил. Надеюсь, смены дня и ночи здесь нет. Там кто-то вот злится, когда я бью. Так, я еще золото взял. Ого. А мне с ними чем драться? Еле убил. А я думал, здесь врагов не будет. Я думал, только добывать буду. Так, тут что-то пошло не так у нас, да? Чего я в прыжке не могу? Да, беда. Тут, наверное, ошибочку сделал. Ну да. Хотя можно сейчас попробовать. Давай. Нам бы магазин открыть. Кирка моя никуда не годится. Нужно что-то другое. Вот так надо добывать, да? Мусорий называется эта штуковина. Но дальше я не пойду. Здесь у нас камень. Пошли ниже чуть-чуть. Что будет, когда свет закончится? Это неинтересно. И как здесь реализовано, кстати, сохранение? Самоуничтожить? Не понял. Сохранения вообще нет. А, здесь есть управление. Смотрите. ЛБ сменить оружие. Сменить инструмент. Использовать инструмент. Инвентарь еще есть. Вот так вот инвентарь у нас выглядит. А где у нас оружие? Не знаю. Ладно, не будем стоять здесь и думать. Поехали вниз. Я взял света немного. А я выберусь вообще отсюда? Но пока что работа идет хорошо. Я заработал уже... Карман уже четыре у меня. Четыре куска золота. Или мусорий, или как он называется. Возможно, этот... Ух ты, тут что-то есть. Так, продайте добычу, сказали мне. Видимо, я что-то уже насобирал. Кстати, вот это нельзя, да? Не берет моя кирка. Как бы не сломать, да? Не будем, наверное, пока что... Злоупотреблять. Старой доброй киркой, которая мне досталась по наследству. И добудем сейчас, сбудем, вернее, первый наши... Ну, не первый, я уже сбыл часть. Кажется, у тебя начинается получаться. Иди поговори с моим папой в магазине роботов. Он починил твою кирку, чтобы ты смог копать еще глубже. Но ему не обязательно знать, что мы встретились в шахте. Так, еще у меня кусочек долларов. Острая кирка. Мне повысили уровень. Эээ, что здесь? Теперь у меня есть чем работать. Чего тебе? У меня есть 8 бакса, да? Да, острая кирка. Следующая будет медная. А потом будет лестница. Давайте. 8, давай. Я ее купил. Практически овечь для любых ситуаций. Ставь их друг на друга, чтобы выбираться из сложных передряг. Плюс 2, повреждение почи. По крайней мере, она крепче, чем твоя. Я наточу твой кирку, как она сможет долбить твердой породой. Вот теперь мы сможем камни с вами, друзья. Убить, и больше здесь купить нечего. Как тут выйти? Я вышел. Игра сохраняется, ведь автоматически. Привет. Эта кирка позволит тебе долбить более твердую глубинную породу. Когда я искала руду, я кое-что еще нашла. Пещеру. Возможно, тебе стоит в нее заглянуть. Джо относил туда разные штуки. Однако, будь осторожен. Подземные твари ведут себя особенно злобно с тех пор, как он пропал без звести. Исследуйте пещеру. Здесь же, да? Походу, да. Так, в самом низу. Довольно далеко добираться. А здоровье у меня не ахти. Сейчас я хочу попробовать твердую почву. Вот что я хочу попробовать. Вот это. Можно бить, да? Да, у меня теперь острая кирка. Творить чудеса. Ух ты. Цитрин. 16 баксов стоит. Кусочек один. Мусорей. Это, видимо, самое грязное золото, которое можно только представить. Медь. Видите? У меня три разновидности уже. Так, я восполнился. Вот один бывает живой, а один не очень. Зато мне дали свет. Зато я теперь не смогу... Нет, смогу, если вот здесь начну копать. Еще меди нашел кусочек. Хотя, по-моему, золото должно быть подороже меди. Но на по два бакса она стоит. Давайте уже здесь выберем. Почва действительно твердая. Какие-то пустынные земли закаменевшие. Еще золото. И сейчас я уже не смогу, видимо, это стащить на себе. Медь уже есть. А что делать, когда я буду переполнен? Так, вот тут надо было. Да, желательно повыше. Как-то я так неорганизованно, да? Копаю. Ой, где вообще? Блин, здесь уже все. Здесь я уже... Здесь я уже профукал, ладно. Тут надо, конечно, тоже не просто так и долбить. Нет места! Увы, нормально, здесь три куска. Интересно, когда я вернусь сюда, оно будет на месте? Это же целое состояние. Вы что? Я сразу уровень себе повыше. И плюс ко всему свет сейчас восполним. Давай. Быстро, быстро, быстро сдаем. Ну, если шахта снова заработает, она сильно поможет городу. Да я точно уровень заработал, нет? Нет, не заработал, жалко. Хорошо. Я надеюсь, золото никто не спер. Шахта моя, кто его мог спереть-то? Да, вон на месте. Все на месте. Три куска. Чисто мои. Долбим дальше. Ну, золото я уже набрал. Давайте, давайте, мне нужны деньги. Мне нужны деньги. Шахта, которую я ищу где-то подо мной. Так, вот этого еще можно гоблина убить. И раздобыть вот эти штуковины. Ну что, пошли вглубь. Не знаю, правда, правильно ли я порчу породу. Так как здесь могут быть сокровища, реальные быть. Отлично, здоровье восполнил. И здесь восполнил. Я уже близок к той самой заветной шахте. О, здесь какой-то камень, наверное, серебро. А нельзя как-то переправлять добычу автоматически наверх, чтобы не бегать туда-сюда. Смотрите, мне чуть-чуть осталось уже. Уже медь полная. Вот это что это такое? Не берет, не берет, ладно. Сейчас мне бы еще одну штуковину найти. Я бы выдержал наверх. А, вот есть. Тихо, тихо. Зверь стоит на месте. Все, не берется, да. Очень маленькие карманы. Надо что-то делать, чтобы улучшаться. Это никуда не годится. Вот так вот бегать. А, представьте, я же не знаю, насколько будет шахта у нас глубока. Это хорошо, что я помню, куда идти. Ну все, уровень мой. Так, хорошо. 12 баксов. Да. Следующий 100 долларов. Улучшение лампа. Лампа, лампа, лампа. У тебя лампа. Мне ногу оттяпал бомж, когда я ремонтировал старую пневмок трубу в тоннелях. Думаю, я мог бы поделать себе новую, но сапожник всегда без сапог, как говорили у меня на родине. Как бы то ни было, мы шахтерский город без шахты. Тут никак такой жизни не будет. Чуть тема. Так, здоровье можно купить. Не надо. Медная кирка за 30 баксов. Средний рюкзак. Вот это мне надо. У меня уже не влазит. Вот лестница какая-то еще есть. И лампа. С помощью этих ламп можно осветить какое-нибудь важное место. Но там, по-моему, светло. Рюкзак давайте. Плюс один слот инвентаря, чтобы приносить больше добычи, тебе понадобится больше рюкзак. У меня 40 баксов. Медная кирка быстрее работает. Давайте, наверное, купим одну штуковину рюкзака. Да. Большой рюкзак. 75 баксов. Еще плюс один слот. Ну, уже 4, смотрите. У меня слота. Я смогу больше унести. Денег сейчас больше, конечно, у меня нет. Но я буду стараться зарабатывать больше. Кирка бы не помешала, чтобы побыстрее долбить почву. Ну, тут уже ничего нет. Наверное, камни вот эти вот, с серебром, которые у нас, да, тоже можно будет выдалбливать. Да нет, точно там не можно было. Ого, упал. Блин, надо быть аккуратным. Видели? Смотрите, там сундук был. Как бы тут не ругнуться. А меня сохранили, нет, вверху, когда я ходил первый раз? 5 долларов. Стоимость ремонта. Не все получается, как планирую. Скрипуну удалось тебя отремонтировать. Пришлось заказывать новые детали и все такое. Это было не дешево. Он взял себе небольшую плату за сборку. Слышите, это вообще жесть, конечно. Я не ожидал, что так будет. У меня 0 долл. 5 долларов осталось. Да, меня сохранили. Это хорошо, конечно. Блин, я не учел, что камень может обвалиться. Вот так и бывают завалы в шахтах. Вот так и гибнут люди-то по неаккуратности. Зато здесь мешок какой-то был. Причем огромный. Что это такое было? Что я взял? Не знаю, два каких-то камня. Вот эту заразу нельзя разбить, да? Наверное, кирка нужна другая. Так, ну что же мы нашли с вами? Деньги надо иметь, кстати. А если денег не будет, я вообще проиграю, да? Ну, тут я не достану уже. Прыжки я бить не умею. Давайте чуть-чуть сюда. Надо иметь хоть немного бабла с собой. Будет печаль какая-то, когда меня убьют. Мне еще на один раз хватит умереть. Надо все не тратить. Я тут разгулялся, блин. Сейчас я тут еще добуду что-нибудь. Медь. Два доллара. Мусори. И первый уровень шахты. Туда, куда я шел. Что здесь надо делать? Найти какие-то инструменты нашего дядюшки. Так, это можно раздолбить, да? Да. Что это такое? А, вот оно что. А это что такое? Три шестеренки. Вода, огонь и... Видите, здесь огонь еще будет нужен периодически. Тут ничего, хотя стоять. Блин, это настоящий платформер. Ну давай, выползай, выползай, выползай. Ты нам нужен. Это не ломается хоть? Ломается, мать его. И прямо на колье. Что-то тут прыгать неудобно. Тихо. Я куда-то иду. Я сейчас не даже чувствую до лучших времен. Я не могу сюда запрыгнуть. Что ж ты будешь делать? Мне еще раз упасть. Да, раз упасть. Все, рисковать не буду. Короче, что-то у меня прыгучесть какая-то никакущая. Мне надо, короче, что-то делать. Что это за портал? О, у меня сапоги скорость. Вот. Вот благодаря этим сапогам, я думаю, да, возвращайтесь в город. Мы с вами сможем лучше прыгать, наверное, да? А, я уже выйти назад не могу. Порода заросла. Что это такое? Ускорение. Да, я теперь стал немного быстрее бегать. Это хорошо. Возможно, и прыгай. Там что-то за мной опять побежало. Вот шестерня, она мне не нужна. Мне жизнь восполнили. Бежать и прыгать. А, ну это мега прыжок, да? Ну, типа да. И я вышел снова в шахту. Вопрос в другом. Я не допрыгнул до этого места. Теперь я сапогами могу это сделать? Но, по-моему, стало легче чуть-чуть. По-моему, да. Хотя, зачем мне сюда? Не знаю, зачем мне сюда. Эти мне не нужны. Там можно было подолбить. Ну да, чуть-чуть стало легче. Но джойстик, бедный мой, уже кричит. Вот здесь еще какое-то золото было. Цитрин, шестнадцать. Ну, это того стоило. Хочем-то я вернусь. А, вон, смотрите. Какие-то сокровища. Какая-то лампа там, блин. Как туда попадать вообще? Это интересно, конечно. Я бы там пошастал. Надеюсь, я не допрыгну, наверное, да? Я выпустил момент. Ну да, здесь так сделали, чтобы я не дошел туда. И здесь так сделали. Ладно, погнали отсюда. Мы с вами в шахте. Надо выбираться вверх. Идем мы с вами хорошо. Дог с пустыми руками. Вон, кусок золота. Я вылечусь, если что. А с него должны выпасть... Выпасть здоровье и свет. Там кусок золота у меня остался. Ну, я вам скажу, не так легко, как кажется. Добывать золото. Добывать золото. Есть. Тут уже все. Там кусок остался. Какой-то порода. Интересно, как шахта будет обновляться? В какой промежуток времени она будет обновляться заново? У меня, кстати, еще карманы есть свободные, но боюсь, что здесь уже ничего не сделаешь. Шахту, кстати, надо как-то уже видоизменить, потому что здесь я ничего не нашел. Никакого золота и ничего подобного. Так, ладно. Сдаем бабки. Что это у тебя на ногах? Сапоги. Я в жизни не видел ничего подобного. Ты нашел их в той пещере? Думаешь, это Джо стоил для тебя? Может быть, если спуститься глубже, можно найти что-нибудь еще. Показал их моему отцу? Иди покажи. Немного. Двадцать два доллара. До сотни еще далеко. Но деньги пусть будут... Умирать мы будем здесь часто. Значит, ты нашел одну из пещер Джо? Даже не знаю, чем он там занимался. Паровая тяга и шестеренки. Вот это я понимаю. Он моделил со всякими странными штуками. Иногда я разрешал ему оставить их у меня в магазине. Странные светящиеся вещи. Кажется, он отнесся в пещеру, которую выкопал еще глубже. Чего тебе? Мне ничего. У меня всего 27 баксов. Я лампу могу только купить за три. А нужна она мне? Ну давайте одну купим лампу за три. Пусть будет. И лестницу, наверное, одну докупим. Ну да. А у меня она и так была. Ладно. Не трать деньги. Игра сохранена. Исследуйте следующую пещеру. Это, конечно, хорошо. Где мой инвентарь? Что я за лампу купил только что? Что-то я вообще не вижу. А, две лестницы справа. А где же лампа? А, я не могу менять лестницу. Лампа может автоматически, конечно, включиться. Не знаю. Мне еще ниже. Я, походу, в этой пещере на всю жизнь. Я уже все здесь выбрал. Где брать деньги? Кирка, вообще-то, мне нужна за тридцатку. И очень нужна. Медь. Наверное, породу надо тут разбивать с серебром, которое... И немного золота. Так, вот этот камень меня пришибет рано или поздно. Это уже чувствую. Хорошо. Мне еще надо ниже. Я не буду долбить. Зачем-то зря долбить. Пошли еще ниже. Сразу опустимся. Это ниже этой шахты даже, да? Причем ниже на... Значительно. Зараза ж ты. Чего вы все такие живучие? Хорошо, что здоровья, конечно, не восполняете. Да, надо менять кирку. Не годится. Просто собираю себе на... Медную. Чтоб урон был плюс два. Нет, ну не сволочь, а? А что это такое? Ух ты, что-то новое выпало. Так, мне сердце давай. Железий. Ничего себе. Такого добра у меня не было. Медь. Еще железий по четыре бакса штучка. Здесь обессилен. Давайте, наверное, с другой стороны зайдем. Вот этого давайте зарубим. Удалось не разобраться. Тихо, тихо. Обвал. Опять сердце. У меня огонь, кстати, заканчивается. Что делать будем? А что, смерть может, если огонь закончится? Что будет? Кто ему знает, нет? Я не знаю. Тут что-то есть. Что тут нет? Надеюсь, здесь последняя штуковина. Нету тут ничего. Надо, короче, бежать. Я просто не знаю, что будет, когда закончится огонь. У меня осталась одна ячейка. И что-то проверять мне этого не хочется. Что? Со мной будет? Мне бы сапоги, кстати, попрыгучей надо. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Все, огня нет. Что дальше? А ну, а ну. Огня нет. Нужен свет. А, в темноте я буду ходить. Представьте. Просто в темноте. Не будет подсветки вокруг меня. Вот это и есть, наверное, лампа. Лампу я купил. У меня ячейка появилась третья. Вот в чем она выражается. У меня было две ячейки. Огонь. А теперь стало три. Так, давайте выгрузимся, раз мы уж пришли. Чем глубже спустишься, тем больше ценнее попадается руда. Сколько у меня? 36 баксов. Давай, дружище, купим нормальную кирку. Доброго утречка. Давай за тридцатку. Чикарно. Следующая бронзовая. Плюс два повреждения почвы. Кстати, лампу можно докупить до хренища. Но я не буду тратить последние свои шесть долларов. Потрачу их на следующий раз. Когда заработаю, куплю все лампы. Там их, сколько мне? 12 долларов надо. Чтобы усилиться с лампами. И больше не возвращаться. Вот так вот. Я не в ту дыру пошел, походу. Походу, да. Давайте камень этот обрушим. Мне что-то не нравится. Вот это сейчас завалит же и все. Тихо. Ох, сейчас завалит. Ох, чувствую. Смотрите, как я уже... А, кстати, хотел попробовать. Эту можно бить? Нет, здесь нужна специальная какая-то штуковина. Ладно. А как же здесь попадать? Вот эту можно разбить? Вот эту? Нет, камень я не умею бить. Да и туда не долезу. Ладно. Продолжаем копать. Здоровье лучше бы дали мне... Света. Что это за дыра? Я тут докопал до какой-то норы. Может, не стоит заглядывать в нору? В пещере. Не, наверное, сейчас обберу. А то потеряю все свои припасы. Медь у меня есть. Немного золота. В основном медь. Медная часть шахты здесь. Давайте пройдем... Вот так. Здесь бы огонька вы найти. В этом бы районе, я бы не отказался от огонька. Скоро я это смогу бить. Здесь нельзя. Ладно, давай здесь. Медь я уже набрал два кармана. Можно идти сдавать и покупать лампы. Я, наверное, так сейчас и сделаю. Сейчас посмотрю, что здесь. За шахтой. Что тут? У меня света уже нет. А, свет будет. Просто шахта. Возможно, шахта нашего... Ой, не туда. Возможно, шахта нашего дядюшки. Да, я чуть-чуть восполнил... И воду какую-то. Кстати, воду тоже надо. А, вот вода, да? Я не заржавею, нет? По-моему, нет. А что это за шахта такая странная? Я не могу допрыгнуть. А, если с ускорением, то могу. А сюда как? Нет, туда не могу. Ладно. Придем сюда чуть позже. Тем более, свет заканчивается. Надо выбираться. Погнали, купим ламп. В общем, довольно интересно, конечно. Что-то внизу. Я так понял, мы в одной шахте и будем с вами работать. Главное, не делать больших шахт. Ну, в смысле, дыр, куда можно провалиться. Забудешься так, и все, и конец. Вот как сейчас. Вот это вот, самое глубокое. Нужно помнить об опасности, которую она таит. Нужен свет. Все, я потушился. Просто в темноте начинаю работать. Я думал, я умру. На самом деле, нет. Просто ничего страшного. Все, давай бабло сдаем. Да, угольный фонарь. Открытое улучшение. 28 у нас долларов. Почти все тут я сделал своими руками. Здоровья мне не надо. Да? А, можно здоровья, да? Этого достаточно, точно. Хотел купить, не получается. Я думал, добавить ячейку какую-нибудь. Плюс 60 секунд работы фонаря. Если мы переведем тонкую печку с дерева на уголь, она будет светить немного дольше. Ну, тут нужно 3 каких-то кружка. Что такие кружки, я не знаю. Ладно, давайте купим 4 лампы. 4 из 4. Я если не знаю. Хотя, я, наверное, неправильно думаю. Да, я неправильно думаю. Это какие-то другие лампы. Вон они у меня, 4 в углу появились. В общем, они нам пригодятся в случае, если что. Но я купил 7. Теперь можно идти вглубь. Я думаю, с увеличением уровня улучшается шкала здоровья. Вернее, шкала огня вправо и здоровье влево. И независимо от того, что я покупаю. Скорее всего, так и есть. Это труба? Нет? Нет. Ну, труба, но войти... Войти туда нельзя. Так, вот здесь что-то есть. Дальше купим деньги. Цитринь, 16 долларов. Это мне повезло. Мусори, самый-самый... Некудочный у нас материал. Грязное золото, видимо. Не отмытое. С камнями, с примеси, видимо, какой-то. Или еще с чем-то. Железей. Медь. Я снова здесь своей пещеры. Пошли вниз. Тут я уже продолбал. Будем долбать дальше. Давай. Еще немного меди, скоро уже выползать будем. Здоровье. Особо не нужно было. Больше бы свет, конечно, понадобился. Как бы я тут сам себя не закрыл. Надо как раз умом копать. Копаю просто так. Че такое? Че я провалился? Мягкая порода была. Ого, сколько мне... Я уже не могу взять это. Блин, он 16 долларов стоит, представьте. Я, кстати, здесь уже не выберусь. Сам себя загнал, видите? Вот я про это и говорил. А что ж теперь делать-то? Ой, е-мое. Вот это я сдал, конечно. Вот что делать. Да, чуть-чуть света мне добавили. Как выбираться? Я же не выберусь. Этот камень я тоже не разобью. Давайте это долбить. Это должно разобиться. Это я разобью. Че прыжки нельзя бить? Е-мое. И это я уже не беру. Кошмар, а что делать? Как выбираться? Лестница нужна. Е-мое. Вот это я наделал. Сам себя загнал. Твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. Давай. А давайте я с прыжка попробую. Все, я добыл. Вот это надо выбирать. Тут же не выберешься, правильно? Да, вот так надо делать. Чтобы был прямой угол. Тогда можно будет прыгнуть. Все. Теперь можно выбираться. Да, вот так можно выбраться. Но лучше так не делать. То, что я только что сделал, это кошмар. Тут нет быстрого, нужен свет. Все, свет погас. Кстати, я не знаю, как работает лампа. Сейчас, конечно, не будем, наверное, ее трогать. Она может нам пригодиться и плюс 3 доллара стоит. Блин, далеко же выбираться-то. А что же дальше-то будет? Телепорт бы какой-то сделали. Или на это и рассчитано, да? Чтобы я побегал здесь. По идее, можно копать и без света. Единственное, что у меня карманов не хватает. Нужен свет. Да я знаю, что нужен свет. Я что могу, делаю. 37 долларов 56. Там ближайшая ячейка какая? Бронзовая кирка. Плюс 2 повреждения почвы. Плюс 2 еще повреждения почвы. Быстрее буду копать. Ну давайте попробуем. 50 стоит. Да, у меня всего 56. Железная, 75. Большой рюкзак. Плюс 1 слот инвентаря. Я поменял кирку на... Слот инвентаря. Подумал, что быстрее буду добывать. Хотя 4 маловато. Надо еще денег. Надо еще денег побольше, побольше. Надо попробовать. Могу я разбивать вот эти камни? Ничего не могу в прыжке бить. Вот это самое печальное. Тихо. Отлично. Да, я теперь с одного удара разбиваю. Вот что же дело? Но ты меня особо не спасает. Это меня особо не спасает. Там у меня, кстати, залежи остались. 16 долларов. Камень. Лежит. Это я тоже не могу пока бить. Прискорбно. И не. Сюда я не дойду уже. Бронзит. Что-то новое. Бронзит, бронзит. Вот это надо достать. И самое главное, вот это. 16. Ух ты. Ёвш. Инкот. Это колли, оказывается, были. Нет места? На железо нет места? Вы нормальные вообще люди? Я что иду тогда, делаю? Ладно. Ну что, опять назад идти? Ё-моё. Да что ж вы будете делать? А тут как-никак и не зайду, да? Да, походу никак. Разбивать только надо. Да, здесь сложно, конечно. Срочно надо новую ячейку на рюкзак, потому что вот эта беготня. Как вы видите, новые породы появились в нашей шахте. И... Одна порода занимает одну ячейку. Надо как минимум 5. Железе, видите, не в лес. Вообще. Да и света уже, конечно, нет. Свет надо улучшать. Зараза. Надо было вот такой тоннель один прокопать. И значит, он у меня есть, чтобы по нему взбираться по шустренькому. Вот так вот раз-раз-раз, и я уже наверху. Ну кто ж знал, что я буду в одной шахте играть. Да, я нашел много денег, но в любом случае мне надо еще больше. Зараза. Игра сохраняется, конечно, периодически. Но это не годится. Давай быстренько вниз. Вот так ходить. Мне надо 75 монет, чтобы улучшить свой рюкзак. Я, по-моему, не туда иду. Да, вот так правее. Уже у меня карта вырисовывается. Я скажу, но у меня золотая лихорадка уже начинает проявляться. Я уже не могу остановиться. Мне уже хочется вглупе и быстрее побольше, побольше и побольше. Набирать. Набивать, вернее, карманы. Так, вот это понятно. Да, вот это я забираю. Железе один. Железе два. Это, конечно, подло. Полло и коварно. Я уже близок. Давай. Спасибо за свет. А вон там был драгоценности. Железе здесь. В основном в этом районе. Вот тут они. Главное, чтобы у меня не привалило. Еще немного железя. Еще немного железя. Тут ничего? Ничего. Все, пошли глубже. Нам надо дойти до этой шахты. Зараза. Проломил. Ух ты, портал какой-то нашел. Возможно, это он и есть. Спасибо, что восстановил. Давайте в бок сходим немножко. Благодарствую. Но здесь я уже не пойду в бок. Здесь я уже немного лаканулся. Ладно. Ничего себе. Я какую-то бронзу нашел. Натуральную. Тихо, тихо. Ух ты, провалил так. Провалил. Слушайте, я нормально тут нашел. Воду нашел. Зачем мне вода? Вода нужна, чтобы пить, я так понял. Но параметра воды у меня еще пока нет. Давай ко мне. Свет давай, свет. Нет, свет не дает. Бронзи. Семь долларов. Семь настоящих долларов. Ох, камень какой он отыскал. Смотрите, офигеть. Так, это, наверное, не надо. Пошли посмотрим, что там за портал. Возможно, он нам и нужен. А, возможно, и не нужен. Я уже, наверное, ничего не возьму. Да, нет места. Бронза уже не лезет. Что это за портал? Что это за портал? Ух, портал, друзья. Портал наверх. Вот это, об этом я и мечтал. Нашел что-нибудь? Да. Пятьдесят долларов. У меня восемьдесят два. Сейчас на рюкзак куплю. Доброго утречка. Давай большой рюкзак. Все, следующий рюкзак уже за пять сфер. Уже не купишь. Тут, собственно, уже ничего не купишь. Пять лестниц. А, ну, портал. Одноразовый или нет? Нет, не одноразовый, друзья. Наконец-то у нас с вами появилось. Свободно. Возможность, вернее, свободно. Путешествовать. И перемещаться. Главное не разбиться. Железе. Четыре доллара. Я нашел вторую шахту. Я нашел вторую шахту. Это не может меня не радовать. Бронзий. Хорошо. Я просто хочу набить... Хочу набить карманы. О. Авантюрин. Двадцать пять баксов. Еще кое-что нашел. Авантюрин, друзья. Это супер дорогой камень. Железе обычный. Немного здоровья. Здесь я уже бессилен что-либо поменять, да. Здесь надо вот так вот забираться сюда. Потом смотреть, что это за камни. Посмотрим, что справа, слева. Я, конечно, нашел уже пещеру. Можно свободно выбираться, но авантюрин, сами понимаете. Так, вот здесь аккуратненько. Вот этот надо счесать, иначе будут проблемы. Иначе будут проблемы, не выберусь. Сволочь. Покусал меня. Так, цвет есть. Здоровья есть. Продолжаем копать. Но, наверное, уже не влезет, да? Нет, влезло семь долларов. Да, здесь я уже не вылезу. Ну и ладно. Это я уже на грани между первой пещерой и второй. Железей. А, у меня, кстати, еще одна ячейка есть, я же купил. И железей, да. Железей пока что нормально идет. Влазит. Есть куда ему влезть. Тут слева, да, есть еще слева кое-что. Бронзи семь. Здесь нифига. Так, здесь я в дырку. И в портал. Пойду выгружусь. Портал ведь рядом, правильно? Правильно. Я кучу денег сейчас заработал. Не знаю, повысит мне уровень или нет. Чем глубже спустишься, тем больше цены попадаются, рода. Да. Семьсот долларов. У нас с вами уровень и улучшение телепорт. Я его, наверное, могу ставить где угодно, да? А, ну привет. Почти все тут я сделал своими руками. Телепорт. Три руны нужно. Можно, кстати, телепорт ставить где угодно. За три руны. Ну, вернее, не три, а три сферы. А за золото уже практически ничего не купишь. Давайте железную кирку купим. И следующее уже тоже за сферы. Вот так и живем. Кстати, тетка мне ничего не хочет продать. Нет, привет. Да, как свинья бегаю. Ну, пошли посмотрим, что... Железная кирка, кстати, не берет еще пока. Вот это вот смерть будет, если я здесь прорублю. Но я ушел от наказания. Тихо, тихо. Главное не разбиться. Есть. Давай посмотрим. И что мы тут имеем. Какая-то шестеренка. Что, что, что тут пишут? Ничего тут не пишут. Тут надо разгоняться и... Запрыгивать. Что эта шестеренка дает? Здоровье, 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 здоровье. Да здесь тоже надо разгоняться. Есть. А здесь надо вниз. Вот, что кое-то. Что это? Три сферы. Вот они как выглядят-то. Ё-моё, я нашел их. И я видел их в другой пещере. Надо будет туда еще подсходить, посмотреть. Что там внизу? Сейчас разобьюсь же. Ого, зверюга. У меня железная кирка. По идее, с двух раз должна убивать. Нет, это какие-то прокаченные ребята. Ладно, пусть это будет. Попробуй постражаться с огромным зверем. Вот, как вы видите, он у нас... Оружие мне будет дано хоть какое-нибудь? Все, ползи назад. Я его убил. И мне дали свет. И он даже меня ни разу не ранил. Одного убил. И второго сейчас убью. Да, и это убил. Телепорт. Или улучшение. Это улучшение, по-моему, да? Паровой прыжок. Встроенная технология. Возвращайтесь в город. Ага. А как же им пользоваться там паровым прыжком? Стоять. Тут бронзит был. Серебро. Девять долларов. Как же я могу уйти? Пустыми руками. Вы в своем уме? Так, я тут утонул. Что-что? Паровой прыжок. Вниз и А. Слышите, так я могу в предыдущей... И здесь можно, да? О, я тут что-то нашел. Обалдеть. И что это? А что это такое? Ты ему знаешь, что с ним делать? Я не знаю. Давайте один-один вот так, нет? Не открывается? Нет. Давайте все сюда переключим. А вот так. Может, тут какой-то порядок нужен? Да, какой-то порядок нужен. Какой порядок нужен, я не знаю. Ох, ни хера себе, сферище. Бронзит семь. Не, давайте вот это сначала. Серебро девять. Тут еще что-то есть. Прыжок вверх. Вот это мне нужно. Нифига себе, нифига себе. У меня сфера. А я до этого еще и не знал, что они есть. Вообще существует. Уже десять у меня. Мне предыдущую надо пещеру зачистить. Смотрите, вода появилась. Вот как она действует. Вдруг вода... А, это для парового прыжка вода нужна. Все, я понял, зачем это нужно. А я думаю, зачем вода нужна? Чтобы прыгать выше. Тут и не попрыгаешь просто так, как хотелось бы. Железий. Это я где? А, это выход с пещеры уже, да? Походу, да. Ну да, здесь вниз можно падать. А это правильно выйти отсюда. Ну все, я что мог нашел. Пошли в предыдущую пещеру зайдем. Я не буду пользоваться телепортом. Хотя не помешало бы. Хотя не помешало бы сейчас и запрыгну. Есть. Попробую сейчас посмотреть, что в предыдущей было пещере. Я же там не смог запрыгнуть. И теперь у меня есть паровой прыжок. Если что, вода даже есть. Немного, но есть. Она нам поможет. Вот здесь где-то, да, он находился? Вход в пещеру. В номер один. Это я вторую только что проверил. Так, вот здесь он был. Здесь же был, да? По-моему, здесь-то я не смог запрыгнуть. Никуда. Вода здесь есть. А вот запрыгнуть теперь можно. Можно, если, конечно, получится это сделать, зараза. А как же вбок прыгнуть? Нужен свет. Воды здесь предостаточно. А, ну давай. Скотина. Аси так. Аси сбоку. Да, сбоку получилось. А только воды у меня уже нет. Да и света уже нет. А что тут в пещере-то? Тут нет ничего. Вышиб, конечно, нужен свет. А где же его взять-то? Нет у меня света. Да и воды нет, зараза. Тут прыгнуть можно только два раза. Да печально, конечно. Ну вот первый раз. И второй раз. А, все, нельзя. Ну я и так разобрался. Ух ты, вот она. Вот она, вот она. Тринадцать я нашел. Все, нужен свет. Здесь тоже уже все. Я не разбился? Удивительно. А вода уменьшается по чуть-чуть. Смотрите, она тоже не вечная. Любая вода уходит. Постепенно. Ладно, нужен свет. Где-то у меня тут еще одна пещера была. Где она тут была? Я вообще в темноте здесь блуждаю. А, вот она. Вот здесь я еще не достал. Давайте уже без света посмотрим. Нужен свет. Здесь воды, по-моему, нет. И не может быть. Давай вот здесь. Тихо-тихо. Я хотел быстро разбежаться, но у меня ничего не вышло. А ну давай. Давай, отлично. Хорошо попал. Но здесь мы уже были. Здесь мы все обобрали. Нам надо чуть-чуть вниз. Давайте вниз сходим. Возможно, я что-то там не добрал. Эту штуковину я активировал уже. Прыгать научился. Хотя здесь меня интересует, что внизу. Видите, мне не закрывают. Мою ячейку. Чтобы я смог выбраться. А то я думаю, если сейчас закроют за мной потолок, что я буду делать. Так, вот здесь еще, да. Можно разогнаться хорошо. Что здесь? Блин, ловуха. Вон там, вверху. А вверх можно попасть, разогнавшись здесь. Давай, 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 давай. Луха, что ничего не видно? Вот. Вот здесь я не был. Света чуть-чуть дали мне. И еще три сферы. А это, думаю, где их брать-то? Все, годится. Пошли посмотрим, что внизу. Возможно, я погибну. Но, по крайней мере, я уже вижу, что там было. Вот здесь. Что здесь? Ну, тут ничего. Тут даже долбить негде. Все нормально. Нужно выходить. А, все, здесь я уже ничего не сделаю. А как же выходить-то? Ё-моё, я, по-моему, застрял. Или нет? Как-то выбираться надо. Как-то можно выбираться. А, вот так, все. Да, здесь скорость, прыжок. И вот теперь мы с вами точно зачистили все, благодаря... Прыжку и ускорить. Все, выходим своим ходом. На телепорт уже не пойдем, раз мы уже здесь. И у меня есть сферы. Я могу брать супер-мега-улучшения, разный рюкзак, например, увеличивать. Благодаря паровому прыжку. К счастью, это оказалось не жажда. Это оказалось нечто другое. Это прыгать теперь мы можем, благодаря воде. Да, я нашел. Удивительно, что на тебе подходит. Словно, сделано под тебя. Пятьдесят девять долларов, шестьдесят два. У меня цента. С кем-то надо поговорить здесь. Но ты все равно туда пошел. Вы прямо и совсем как тот дядя. Коль не сумеет говорить, я, по крайней мере, могу чем смогу. Не хочу, чтобы моя дочь опять работала на какого-нибудь пропавшего шахтера. Че тебе? Я могу купить телепорт за три. Вещь хорошая. Не спорю. На все остальное мне нужны деньги. Угольный фонарь. Плюс шестьдесят секунд работы. Это фонаря. Ну, фонарь это лампа или что это такое? С помощью этих ламп можно осветить какое-нибудь важное место. Это мой общий фонарь? Немного дольше. Семьдесят пять стоит. А у меня шестьдесят два золотых. Как я могу купить за семьдесят пять? Не понял. Кредит взять? Давайте один телепорт купим. Пусть лежит. Все. Один пригодится. Тут мне квест кто-то хочет дать, да? Да, вот она. То малое время, что Джо проводил на поверхности, он нашивался около бара. Обычно один строчил что-то в своих бумагах. Я нашла эту старую салфетку с его каракулями. Выглядит словно карта. Ага, он даже на ней что-то отметил. Исследуйте пещеру. Исследуйте пещеру. Ну да. Дальше нам, друзья, с вами идти в самую пещеру. Кстати, я так и не понял, как работает инвентарь. Честно говоря, не понял. И как им пользоваться? Так, правой прыжок. Бежать. Использовать инструмент. Ю. Использовать. Сменить инструмент. Сменить оружие. ЛБ. Сменить оружие. Бэк инвентарь. А ну. Я не могу сменить оружие. А вот это могу менять. Видите? Да. А использовать кнопкой Ю. Еще и лестница. Это, наверное, если я вот как попал в западню и выбраться не могу. Лестница может меня, конечно, подстраховать. Выйтиец. Тяжелая ситуация. Плюс ко всему у меня телепорт есть. Теперь я точно на ней застрянут. Ну что, друзья. Довольно-таки, конечно, занимательная игра. Затягивать будет здорово. Оторваться сложно. Вот тем более вот так вот. Игра сохранена. Это я хотел увидеть. В следующей серии посмотрим, что там за третий уровень. И куда нас отправляет вот эта особа. И что там нужно найти. Все, в общем, узнаем. Спасибо, что смотрели, друзья. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий. Канал Шедвель Игровые Миры. И до новой золотой лихорадки. Пока.